Ещё важна атмосфера, то есть когда клиент входит в магазин, возможно он заранее ещё что-то оценивает, например, вывеску, входную группу, например, есть ли кассы, как это всё оформлено, какие-то баннеры, реклама, насколько чисто, например, в отделе, если какая-то мебель, всё ли аккуратно стоит, не помят, нет ли мусора, аккуратность, например, на рабочем месте и так далее. И также потом может оценивать сотрудников. В идеале, почему все одеваются в какую-то униформу или в автосалоне, например, рубашечки и галстуки, такой успешный успех. То есть это просто такая дань уважения клиенту и люди одеваются более строго для продажи, чтобы подчеркнуть свой профессионализм. На самом деле, если какой-то формы нету или людям это не нравится, можно просто спросить сотрудников, как вы считаете, какая форма была бы им актуальна, пусть они сами вам скажут, выберут и сделают им такую же форму, которая будет им комфортно. Вот. Либо, например, для клиента можно, ну, не как-то вызывающе одеваться, например, если вы работаете в мебели, в торговом зале, можно, например, не одевать какие-то там яркие вещи, не выглядеть эпатажно, но чтобы вы запомнились, можно одеть, не знаю, там, какой-нибудь красный галстук или там какие-нибудь цветные подтяжки. Ну, в общем, как-то выделиться и когда клиент с вами пообщается, возможно, он не запомнит вашего там имени, но когда в следующий раз придет, скажет, вот у меня там парень с красным галстуком, если вы всегда его носите, ну, коллектив поймет, что вы делаете. Ну, такая фишечка в образе.